Всем привет! С вами канал Вартмания. Смотрите, какие классные у меня получились куличи. По моему фирменному рецепту они очень-очень вкусные. Просто обалденные. И смотрите, невероятно красивые. Такого рецепта вы не найдете нигде. Только у меня. И давайте же вместе с вами их приготовим. Итак, что нам понадобится? Мука пшеничная 250 грамм, мука ржаная 150 грамм, вот они. Мед 3 столовые ложки, сейчас мы возьмем соль 10 грамм, дрожжи 10 грамм, масло подсолнечное 2 столовые ложки, вода. Здесь у нас 200 грамм и здесь 100 грамм. 100 грамм это мы будем дрожжи растворять, а здесь 200 грамм мы будем растворять мед. И, конечно же, изюм 300 грамм. Давайте приступим. Вот такой у нас мед. Мед мы накладываем 3 столовые ложки. И вот этот мед мы с вами перемешиваем. Он не такой уж, смотрите, у нас оказывается и твердый. Довольно жиденький такой даже. Мед можно добавлять любой. Можно, если у вас есть жидкий в начале лета, то добавляйте жидкий. Водичка у меня была тёпленькая, чтобы мед немножко растворился. Пока у нас с вами мед отмокает, нам ещё нужно растворить дрожжи. Дрожжи можно полностью растворить. Можно просто высыпать, добавить сахар, поставить её в тёплую водичку. И она будет подыматься. Но это время. 10 грамм дрожжи высыпаем туда. И просто всё это перемешиваем. Здесь у меня было 100 миллилитров воды. Так, теперь мед наш. Итак, продолжаем. Берём большую чашу. Смотря где будете вымешивать тесто вы, у меня планетарный миксер. Если у вас хлебопечка, можете вымешивать там. Может быть, у вас обыкновенный миксер. Можете в нём. Или просто руками. 300 грамм изюма. Я его помыла. Его не замачиваем. То есть, берём его сухими. Если вы его замочите, он будет мокрый у вас. Это будет просто размазня невкусный. Он должен быть сухим. Вываливаем туда чашу. Чашу. Соль. Туда же. Масло. 2 столовые ложки. Туда же. Дрожжи наши. Растворились все полностью. Тоже выливаем туда же. И, конечно же, наша медовая водичка. Мёд ещё постоял в добавок. И всё полностью растворилось. Выливаем. Получается такая некая бульба. И теперь на муку нужно просеять. Я делаю это вот так. А, ещё для начала нам надо, видите, тут у нас пшеничная мука и сверху ржана. Их нужно вместе перемешать. Высыпаем всё в сисечко. Вся мука у нас с вами просеяна. Теперь мы будем с вами раскладывать всё это. Чтобы не прилипало к ложке, нужно с водичкой. Накладываем мы здесь где-то по половине будем. Потому что ещё отправим на расстойку. Она будет подыматься. Теперь мы отправляем наши куличики в духовку подниматься. На полчаса или на час. Всё зависит от вашей духовки. И потом уже выпекаться. Тоже где-то такое же примерное время вы увидите сверху, насколько они будут поджаристые. Значит, готовы. Так, ну и вот наши с вами куличики готовы. Вот такие получились маленькие, симпатичненькие, аккуратненькие, необыкновенные. Очень мягкие и очень-очень вкусные. Теперь мы с вами будем их украшать глазурью. У меня вот такая вот небольшая коллекция глазури. Есть две белые. Одна жёлтая. Но мы не знаю, будем ли её открывать или нет. Зелёненькая и красная. Красная тоже не знаю. Я хочу у неё сделать макушку красную. Белым, скорее всего, я обведу вот так вот, чтобы она стекла. Потом, наверное, зелёненьким сверху. Вот. И, не знаю, может, макушку красненьким сделать хочу. Сверху у нас будут лежать орешки. Такие кишью. Грецкий орех и там ещё сладенький орешек. И потом сверху посыпка. Вот. Планирую сделать вот так вот. Плюс у нас с вами будет небольшой обзорчик. Вот здесь вот она внутри как бы разводится. Просто в водичке. Ну, она потекёт. Значит, скорее всего, она потекёт. Вот. Её посмотрим. Последний момент, может быть, разведём. А здесь она уже, то есть, в пакете. В самом вы ничего не будете пачкать. Никакую тарелку, как это обычно бывает. То есть, она закладывается просто в кипящую воду и находится там где-то 8 минут. То есть, просто потом отрезаем и делаем своё дело. Такая мяняка. У меня уже ребёнок её помял чуть-чуть. Вот. И давайте же, конечно же, я сейчас быстренько всё это сделаю и будем с вами заниматься самым интересным. Намазывать куличи. Мне даже само интересно. Я первый раз такие купила. Первый раз их увидела в этом году. До этого их, по-моему, не было. Вообще, что из этого всего выйдет? Ещё, кстати, есть... Ещё есть розовая, оказывается. Ещё я видела... А, ещё голубая, блин. Вот их не было. Жалко. Здесь тоже мельсона розовая. Здесь зелёная. Ещё, кстати, розовенькая. Было бы, конечно, прикольно. Ну, ладно. Как есть. Итак, приступаем к самому интересному. Здесь пакетик. О, она прям мягкая-мягкая. Мягкая, нежная, нежная. Надеюсь, что она потекёт. Надеюсь, что нам хватит. Пока я там красила, по окружности у меня появилась идея. Давайте с вами жёлтым цветом сделаем вот так вот маленькие точечки. Она будет вот так вот стекать. Будет стёкшая, получена с вами, белая и жёлтая ещё. Потому что зелёная и красная я хочу просто вот здесь вот сделать небольшим количеством, чтобы они были просто сверху. Ну, если получится, может быть, истекёт. жёлтая жёлтая со вкусом ванили. Белая, если просто белая, то жёлтая прикольная такая. Давайте сюда красную разведём, пока пускай это всё засыхает. Видно, вам было красненькое 15 мл воды. Это где-то 4 столовые ложки. И штык. На варенье похоже. Скоро будет когда-нибудь варенье у нас с вами, порошковое. Покупаться, запасаться порошками, когда захотелось варенье. Порошок развёл, настоял. Вот вам варенье. Так. И у нас с вами зелёненькое. Зелёненькое мы сейчас окантовочку сделаем. Вот так вот по кругу. Я надеюсь, что нам должно хватить. Это очень делать неудобно. Очень неудобно, на самом деле. Лишь бы был какой-нибудь... Скоро, скоро, скоро. Мамочки. ủ느� Exercise М Jess Похоже. Надо戻ли в меню. И вот так вот... Приняна. Здесь. Мальчик. Качagedо. У нас там. Вот так вот. Мальчик. Кач oko здесь. Мальчик. Скоро давай. Мальчик. Похоже мне до стороны. Не надо мне даже. У yearly. Чтобы не ссоро. Мальчик. Ужды. Ужды. Произм wor bois. Александрно. вот смотрите какие у нас получились необыкновенные куличи необыкновенные и белый и желтый да не хватает немножко наверное голубого цвета все-таки еще сверху по где-нибудь по бокам голубые розочки какие-нибудь и вам будет вообще какая-нибудь необыкновенная вкусняшка хорошо что я успела прилепить орешки тоже застывает она очень очень быстро и сейчас вам ее покажу немножко вернее их покажу немножечко поближе так вот так вот они выглядят посмотрите какие красивые красивенькие знаете больше всего тут понравилось вообще классно красота какая готовьте вместе со мной с вами был канал artmania подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока а